Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Неучтенный Малевич, интересно, русский музей нам будет благодарен или нет? Как вы думаете, что это такое? Закрашенные холсты. Вопрос, что под ними. Да. А если нам чем-нибудь соскоблить? Ну, тогда мы все испортим. Имеет смысл привести рентген на флюоресантный анализ. Тогда мы узнаем, есть там какое-то изображение или нет. Ну, даже если есть, что-то меняет. Узнаем что-то новенькое о творце. А вы, вы какой сок любите? Персиковый или манго. Звучит музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, я не хотела бы общаться. Так это с ним. С кем? С Аркадием Коровиным. Понятно. Вы можете уже за меня не держаться. Опасность миновала. Мне надо уехать. Увидимся в Репельнке. Угу. До свидания. Субтитры создал DimaTorzok 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 С близкого расстояния из охотничьего ружья 12-го калибра И никто из них даже не пытался защититься? Боюсь, что времени у них на это не было. Убийца застал Коровиных врасплох. Ни первая, ни, главное, вторая жертва даже не успели отреагировать на происходящее. Ну, а расположение тел на это не намекают. То есть, их просто расстреляли, как в тире. Ну, скорее, как на охоте. Два выстрела, и оба попали точно в цель. Ну, что, господа, резонансная, получается, дельца, да? Крупный бизнесмен с одной стороны, прокурор района с другой, оба близкие родственники, и оба их положили, как каких-нибудь копытных. Я хотел бы изъять видеоматериалы за последние сутки со всех камер наблюдения, включая периметр поместья. Сколько их? 120. А, то есть, не то, что мышь-таракан не проскочит. Я правильно понимаю? Правильно, но... Дело в том, что два дня назад видеонаблюдение было отключено. Это как? Система уже давно сбоила, а в последние две недели сбои стали почти ежедневными. Поэтому было принято решение о ее демонтаже и переоборудовании. Что как раз сейчас и идет. Очень вовремя вы ослепленного оба глаза не находите? Может быть. Удивительное дело, госпожа Алябьева. Снова преступление, и снова вы. Как будто и не расставались. Я понимаю, что это выглядит странно. Что делали в гроте? Я ненавижу фейерверки. Кроме вас, кто-то еще находился возле грота? Матвей. Только он шел не к гроту, а от грота. А потом свернул на дорожку. Он заметил вас? Да. Он улыбнулся мне и помахал рукой. Я собирался обсудить с Коровиным кое-какие деловые вопросы. Но Иван Ильич, он перенес разговор. Он сказал, что у него неожиданно возникло важное дело. Папа, спасибо. Простите. Он не выглядел беспокойным. Напротив. Он даже улыбался. После этой улыбки вы его больше не видели. Именно так. Папа. Простите. Я кое-что вспомнила. Возможно, это не относится к делу. Да, слушаю вас. Я видела одного подозрительного незнакомца среди гостей. А что вас в нем насторожило? Дело в том, что круг людей, которых Коровины приглашают на торжества, давно сформировался. Новые лица появляются редко, Иван Ильич консервативен. То есть, новое лицо? И довольно быстро исчезнувшее. Вам лучше спросить о нем девушку-дизайнера, Барвару. Они как-то общались? Очень близко. Варвара Михайловна, вас видели в обществе мужчиной, который очень быстро тратировался. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, я разговаривала с одним молодым человеком. Мы что, это наказуем? Он был из числа приглашенных? Кажется, он работал официантом. А вы мне могли его описать? Может быть, какие-то особые приметы? Послушайте, я могу вам в подробностях описать цветок пассифлоры. А вот на лице у меня отвратительная память. Значит, нет. Ну что, никого? Как сквозь землю провалился. Давайте, Роман. Давайте, Роман. Роман. А твой он поможет? Папа. Пожалуйста, прошу тебя, спаси меня. Спаси меня, папа. Папа, пожалуйста, спаси меня. Папа! 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 Тихо, тихо, тихо. После психоза не начали. Упакуем его, дурку его. Тихо, тихо, тихо. Интересно, с чего его так штырило? Ну, по-моему, убийство отца и обратно достаточным поводом. Что здесь происходит? Отпустите его немедленно! Матвей Коровин задержан до выяснения обстоятельств. Каких еще обстоятельств? А это вам следователь объяснит. Аркаша, мы едем кататься. Едем, едем. Садись. Я люблю кататься. Ну что, Митя? Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Затаил дыхание, пальчики скрестил? О чем ты? Ну как же. Твоего главного соперника с соревнований снимают, которому ты всегда в сухую проигрывал. Нет? Да пошла ты. Да вы себя слышите? Двойное убийство в семье. Еще одного идиота. Бог знает, за какие грехи загребли. Как дети малые, честное слово. Я думаю, впереди нас ждет масса интересных открытий. Что-то вы долго? Чем все закончилось? Двойным убийством. Это шутка такая? Шутка заключается в том, что оба тела снова обнаружила я. Аркадий и Иван Ильич их больше нет. Кстати. Расскажите мне все. В них стреляли из какого-то ружья. Кстати, меня спрашивали о человеке, который первый покинул вечеринку до того, как обнаружили тела. Здорово. И вы сказали, что этот человек я. Конечно, я ничего о вас не сказала. Кстати, поцелуй был лишним? Может быть и нет. С точки зрения вашей безопасности, конечно. Что происходит? Да я не понимаю. Я не знаю. А зачем вы тогда обыскивали мастерскую Матвея? Мне нужно было прояснить некоторые детали. Кстати, что с ним? Его увезли в полицейской машине. Я не знаю, в чем вы виноваты. Только не в том, что ему вменяют на сегодняшний день. Надеюсь, ты теперь будешь управлять концерном отца? Еще рано о чем-то говорить. Интересно, Митяй думает так же? Вот, если бы можно было все повесить на него. Что именно? Сегодняшний ночной кошмар. Ты не в себе? Послушай, Митя. Можно очень тихо, очень нежно распустить слух, что Митяй каким-то образом причастен. В конце концов, отец всегда относился к нему скептически. Высмеивал, унижал. Чем не повод завести счеты? Ты хочешь меня с братом поссорить? Не выйдет. Да неужели? Ты и так его терпеть не можешь и всегда не мог. А уж теперь, когда вы остались вдвоем… Почему это вдвоем есть еще Матвей? Без Ивана Ильича Мотика никто. Насекомое с красивыми крылышками и изящными лапками. Лапки крылышки отрываются на раз-два. Могу взять это на себя. Кстати, за что его забрали? Мамочка! Здрасте. Не проснись, страшный сон. Так, значит, вы ведете расследование? Неофициально. Как представитель потерпевшей страны. Варя, у меня будет к вам одна просьба. Вы не могли бы позвонить Дмитрию? Зачем? Узнать о дальнейших перспективах проекта, к примеру. Как вы себе это представляете? Выразить соболезнования. Вы все равно собирались это сделать, разве не так? Заодно узнаете, закрывается ваша ландшафтная лавочка или нет. Скажите, это для вас действительно важно? Мне очень важно попасть в залезку. Без вас я это не смогу сделать. Пожалуйста, помогите мне. Ну, пару дней назад я слышала разговор, случайно, как Аркадий сказал отцу, что исправит какую-то проблему, но не был уверен в результате. Это может как-то связано быть с убийством? Все может иметь отношение к убийству, любая мелочь. Вы поможете мне? Да, хорошо. Хорошо, я позвоню Дмитрию. Приветствую. Ну, с добрым утром. Да уж. Кучно пошло, а? Опять убийство? Да на этот раз похоже, что самоубийство. Здравствуйте. Вы обнаружили тело? Я… Порыбачить с утра решил. Вот и порыбачил. Покойного знал лично. Яблоков. Прикентий Петрович, я тут прикинул насчет мотива. На днях он письмо получил о смерти сына. Ох. На почте его встретил. Совсем плохо был старик. Вот с собой и покончил. А ружье его, я подтверждаю. Давно зарегистрировано, еще когда он Гегерем работал. Яснулась, Павел Константинович. Оперативно получил результаты по Коровинскому биллингу. Последний звонок Коровина старшего был сделан на телефон Викентия Петровича Яблокова. Здравствуйте еще раз. Послушайте, что вы от меня хотите? Я ни одного из Коровинок даже толком и не знала. Я хотел бы с вами поговорить о Викентии Петровиче Яблокове. Его вы знаете. Он болеет. На больничном он. Скоро появится. Не появится уже. Варя, добрый день. Откуда вы знаете? Этой ночью Викентий Петрович покончил с собой. Что? Как? Варя! Варя! Вы уверены, что это самоубийство? Ну, судя по всему. Ангел, я вам кажется уже говорил, что прокурором по демору Максимову Яблокову была Аркадия Коровина. Да, и что? Коровина засадила его за решетку. А после того, что случилось с сыном, старик, судя по всему, решился на месте. Но уже потом свел счеты с жизнью. То есть, все случилось самым чудесным образом, так? А что вы имеете в виду? Ну, мертвого уничтожили друг друга и обеспечили железобетонное алиби живым. Тем не менее, перед смертью Коровин старший звонил Яблокову. И это медицинский факт. Варя, ты… Я готова. Вы можете спрашивать меня, что вы там хотели спросить. Так и знал, что найду тебя здесь. А теперь братец, каждый сам за себя. И вот еще что. Я переговорил кое с кем из совета директоров. Никто твои прожекты больше рассматривать не будет. Это пока не самое главное в компании-то. Поэтому и предлагаю тебе уволиться на хороших условиях. Превентивно. Даже на золотой парашют наскребем. Пойдем, пойдем. Ключ-то отдай. Руки убрал. Руки убрал, я сказал. Да я сказал. Давай, ты! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оп! Опа! Гол! Я смотрю, Роман, вы в прекрасном расположении духа сегодня. Еще бы! Это резонансное дело, Павел Константинович. Тормозняно, и с нас бы семь шкур спустили. А так все раскрыто по горячим следам. Ждем квартальной премии от начальства. А как бы нам вместо премии выговора не получить? Павел Константинович, ну, с чего вы сомневаетесь? А все же яснее и ясно. И к тому же обо всем говорят документы. Отец и сын Коровина были убиты из оружия, принадлежащего ВП «Яблоку». Также это же оружие фигурирует в эпизоде самоубийства. Патроны, опять же. Отпечатки пальцев старика на ножницах для резки металла. Ну, что не так-то? Телефон и звонок. Вон у вас все ваши идеальные конструкции лишние. А с телефона отца мог позвонить Аркадий, поговорить с Яблоковым. Возможно, даже покаяться. Мало ли. Вот именно, что мало ли. Гол! Партия. Вы поговорили с Дмитрием? Да. Он ждет нас в Залесском. Работы у него тут прекращены. Хорошо. Я не хочу туда возвращаться. Я просто хочу все забыть. Но забыть не получится, Варя. Я все утро брала, что я ничего не знаю о смерти Максима. А ведь это действительно могло подбить Викентия Петровича на месть. Вы хорошо знали Яблоковым? Да. Даже если предположить, что он решился на месть, стало бы он убивать Ивана Ильича. А помните о пропавшем ружье, которое рассказывал Яблоков? Да. Варя, оно пропало до того, как убили Коровиных. Вы понимаете, что это значит? Нам обязательно нужно вернуться в Залесское. Хорошо? Ну, здесь я и живу. Ну, то есть, ночую, когда не в репейнике. Спасибо, что вы подвезли. Да о чем речь? А может, выпьем кофе? Вы расскажете мне о себе? Мне нужно возвращаться в репейнинг. А. Поняла. Купер. Ну, хорошо, ладно. Спасибо еще раз, что подвезли. До свидания. Вы хотели узнать о моей жизни? Да. Ладно. Она была никчемной. Жалкой. Подчинялась только одному. Бабла, бабла, бабла. Больше бабла. Я мог много сделать, многих спасти. А спасал только конченных отморозков. И только потому, что они заваливали меня деньгами. Чтобы уйти от ответственности. И знаете, Варя, они уходили. Я вам не верю. У меня ведь была семья, Варя. Жена, сын. Единственное, что я ценил по-настоящему. И случилось в конце лета. Мы отдыхали у озера. Мой шестилетний сын, который только что научился плавать, захотел посмотреть на рыбок. Я его оставил, пошел за маской. Ведь он был у самого берега. Ничего не могло случиться. Я бы никогда не отвлекся. Но телефонный звонок. Новое дело. Обсуждение очередного гонорара. Разве может быть что-то важнее? А мой ребенок в это время утонул. Тонул, утонул. Я не смог его спасти. Моя жена это не пережила. Покончила с собой. Я вот живу. Я виновен. Я виновен в их гибели. Матвей, вам знакомы эти девушки? Я их не знаю. Вы даже не взглянули. Посмотрите внимательно. Зачем я должен смотреть на незнакомых людей? Я же сказал, что их не знаю. Эту девушку вы тоже не знаете? Нет. Это Инга Огородникова. И она была беременна от вас. Беременна? Да. Правда? Это легко доказать. Ваша ДНК почти полностью совпадает с ДНК плода. Также ваше ДНК имеется на бушлате, в котором вы убивали Ингу. Тебе подписать, признать. Вы хотите дать признательные показания по одному эпизоду или сразу по всем? Это я убил. Я убил. Что-то я стала волноваться о Кэте. Одна смс-ка и телефон недоступен. На нее это не похоже. С ней раньше такого не случалось? Да нет, было один раз. Она как-то пропала на месте Марокко. У нее был роман с арабским шейхом. А он оказался аниматором из соседнего отеля. Варя. Слушай, не надо. А как вы думаете, мог убийца проникнуть на территорию судьбы именно здесь? Я не знаю. Судя по повреждению медола, разрез был сделан изнутри, а не снаружи. Отлично. И что это значит? Это значит, что если убийца яблоко, все должно быть ровно наоборот. Вы понимаете? Камера находится здесь, здесь, здесь и здесь. Я поговорил с мастером, который ставит новую систему видеонаблюдения. Кое-что узнал о старой. Все сбои происходили вот здесь. Что здесь находится? Я не знаю. Так-то нужно пойти его знать. Пойдемте. Угу. Пришлось повозиться, конечно, чтобы полностью сохранить изображение. Но вроде все получилось. А он отличный художник, этот ваш убийца. Мог бы стать знаменитым. Ну, видимо, скоро станет. Так. Ух ты. Вот это то место, где постоянно происходили сборы. Как раз напротив ротонда. И расстояние между забором ротонды минимальное. Это не случайность. Это часть плана. Знали бы, кто его осуществил. Ну, а теперь понятно, почему срабатывала сигнализация. Эй! Эй! Испугались, да? Конечно, ужасно страшно. Я думаю, эта штука здесь часто пролетала. Твое? Это моя любимая игра. Меня тут никто не может найти. И даже мама. Поиграем? Да? Конечно, поиграем. Варя, мне нужно уехать. Пообещайте мне ни во что не ввязываться, ладно? И держитесь подальше от обитателя этого поместья, хорошо? Хорошо. Ну все, увидимся, Верепейники. Можем смотреть на эту штучку? Конечно. Это измеритель влажности. Как адвокату, который представляет потерпевшую сторону, сообщаю, что Матвей Короин признался в убийстве Инги Огородниковой. Я в это не верю. Видеозаписи поверите? Я хочу посмотреть. Заодно тогда посмотрите вот это. Его причастность к остальным убийствам еще предстоит доказать. Но начало уже положено. Кэт? Это Екатерина Загрежская? Да, я тоже, мимо всего, хотел увидеть тот ее портрет. А где портрет Огородниковой? Его не было. Что? Ну, это не опровергает того факта, что Матвей убийца. Ну, тем более после признания. Постойте, тогда убийство Инги не вписывается в серию. Вы понимаете, что портреты – это не просто ритуал, это финальная точка. Без него убийство не может считаться совершенным. Вернее, завершенным. Ну, вы не забывайте про любовную связь Инги и Матвея. Может быть, поэтому он не рисовал ее, как рисовал остальных. Слушайте, какая удобная версия, да? Такая же удобная, как убийство прокурора стариком Яблоковым. А историю с его сыном вы помните? У вас есть другие подозреваемые? Да. Да, понял, спасибо. Ну вот, найдена съемная квартира Инги Огородниковой. Как успехи? Опечатков почти нет. Кто-то все стер за собой. Алло Константинович, такие же мы нашли в Мастерской Коровин. С камерами что? Тут нестыковочка вышла. Запрос на изъятие записей с камер видеонаблюдения в подъезде и прилегающей территории мы направили только сейчас. Так ясное дело, они все удалили давным-давно. Понятно. Этого просто не может быть, Варя. Но это есть, и вся моя теория летит к черту. Что произошло? Я посмотрел видео допроса Матвея. Он действительно признался в убийстве Инги, и никто на него не давил. Он даже как будто обрадовался, когда узнал, что Инга была беременна. Еще обнаружилась съемная квартира Инги, и там тоже нашли отпечатки пальцев Матвея. На бутылке гранатового сока, осторожнее. Точно таких же было полно в Мастерской. Помните? Да, конечно. И зачем человек пьет сок в таких количествах? Ну, кому-то просто нравится, кто-то ведет здоровый образ жизни. А вот мой институтский приятель, например, пил гранатовый сок только для повышения потенции. Такой любопытный факт. Угу. Околонаучный. Да. А Кэт, по-прежнему нет вестей? Варя, мне кажется, что вы должны быть готовы ко всему. Следствие полагает, что Матвей до того... Варя! Возьмите себя в руки. Мы найдем Кэт, я обещаю. Дядя... Послушайте, для этого вы должны быть сильны. Хорошо? Да, хорошо. Простите. Варя, мне опять нужна ваша помощь. Я не понимаю. Здесь всего четыре точки. Я не вижу закономерностей. Слишком мало. Ну, иногда достаточно и трех. Это я вам как ландшафтный дизайнер говорю. Смотрите. Смотрите. Я это уже делал. Ничего нового. Постойте. Полина мне как-то говорила, что... Что Матвей любит рисовать сечение морских рак. Это же идеальное воплощение последовательности Фибоначчи. Что? Золотое сечение. Любое произведение искусства, спроектированное по принципу золотого сечения, является идеальной эстетической формой. Вот. Будь то архитектура, живопись или дизайн, неважно. Это очень любопытно. Подождите. Вот. Смотрите. Я нашла... Я нашла в кармане плаща. Я не знаю, может быть, она имеет какое-то отношение к делу. Ну как? Это здесь. Странный метод ориентирования на местности. Нет. Это проекция золотого сечения Фибоначчи. Вот цифры. Для точности. Хорошо. Давайте попробуем. Этот сектор! Ну, Константинович, в последние часы многое прояснилось. Нам с Варей нужна ваша помощь. С Варей? Угу. Вы что, хотите ее в чем-то задействовать? Да. Ну, другого выхода, к сожалению, я не вижу. Преступники ведь должны быть наказаны. Это, может быть, опасно для нее. Если правильно спланируем, то никакого резка не будет. Я обещаю. Мне очень жаль, что на вашу семью обрушилось столько несчастья. И мне бы не хотелось их множить. Поэтому я предлагаю договориться по-любому. Это, конечно, будет стоить недешево, но и ставки высоки. У меня есть одна пленка. Так, случайно записала разговор вашего отца и Аркадия. И знаете, о чем мне говорили? Импотенция Матвея, которой не поддается лечению. Вы не знали об этом, правда? Никто не знал. Кроме вашего отца. Иронично, правда? Матвей убивал девушек, но он не мог иметь с ними связь. А теперь давайте сложим два и два. Когда Инга была беременна, и если Матвей был бессилен, как мужчина, как вы думаете, кто был отцом ребенка? Матвей убивал девушек. На полиция, резервы! Что это? Это были два преступления, а не одно. Просто они оказались сильно переплетены. С чего начать? С Инги. Ну, а знакомство Инги и Петра я узнал совершенно случайно. Оба оказались запечатленными на фотографии с юбилея, которые я увидел у профессора Огородникова. Поначалу Петр влюбился в нее без памяти. Ровно до того момента, пока Инга не начала истерить и шантажировать его. А потом она сказала Петру, что беременна от него. И сказала, что если не уйдет из семьи, она разрушит его жизнь. Наверное, тогда он и захотел избавиться от нее. Но одному провернуть такое дело было бы трудно, и он решил привлечь Дмитрия. Тем более, что братья на пару уже давно запускали руки в финансы отца. Да. Петр прекрасно знал о том, что у Матвея не все в порядке с головой, и что он склонен к насилию. А отец с Аркадием много лет покрывают его. Но если это была тщательно охраняемая информация, то как он узнал? От Аркадия. Аркадий как-то проговорился ему за крепким алкоголем. А недавно при обыске квартиры Аркадия нашли его дневник, где он описал все преступления Матвея. Значит, Петр хотел свалить убийство Инги на Матвея? Так все и получилось. Петр убил Ингу, остался в неподозрении. Но это было первое преступление, а второе? Ну, я тебе уже говорил. Петр и Дмитрий обворовывали отца, и все складывалось в них удачно. Пока Коровин не решил провести независимый аудит и вычислил мошенников. Вот, скорее всего, после этого он усказал им, что на наследство братья могут больше не рассчитывать. А после дня рождения должны убраться из Залескова. И откуда это стало известно? Они сами раскали на допросах, когда валили вину друг на друга. Возможно, так бы все и произошло, они исчезли. Но Полина подслушал разговор отца и Аркадия. Аркадий рассказал отцу о смерти Максима Яблокова в колонии. Для братьев это был прекрасный шанс вывернуться из ситуации и сорвать джекпот. Тройное убийство. А во всем виноват Яблоков. Ружье они украли у него дома, а ножницы для резки проволоки здесь, в репейнике. Но самой большой удачей было отключение поместья от видеонаблюдения. Помнишь? Из-за Саши на бумерангах. Да. Сигнализация постоянно сбоила, ее решили поменять. Все случилось во время юбилея. А как он заманил Аркадия отца? Очень просто. Он сказал, что именно там маленький Саша приготовил сюрприз для дедушки. А кто убил Викинде Петровича? Дмитрий. Он отправился на встречу с Яблоковым. Петр позвонил Яблокову с телефона Коровина-старшего. И назначил ему встречу рядом с Залезским. Якобы для передачи последнего письма Максима. Ты хочешь поговорить о Катве? У Матвея было время изучить стиль телефонных сообщений о Катве. Ты не могла заподозрить неладное. Ты не виновата. Ты понимаешь? Да, хорошо. Мальчик Саша как-то мне подарил серебряный браслет. Там было имя, любовь. А кто это? Слушай, отправная точка золотого сечения Матвея в Куроке. Там старик Коровин зацементировал первую жертву Матвея. А ее карандаш на набросок уничтожил. Матвею было тогда 17 лет. Девушка его ровесница. Ее звали Любовь. А зачем Матвей осознался в убийстве Инги, которого не свершал? Ну, понимаешь ли, в его страшном и придуманном мире беременность Инги была доказательством его мужской силы, которую он не обладал и которую страстно хотел иметь. Поэтому он лечился в дорогих клиниках. Я вот одного не могу понять. Каким образом медицинская карта оказалась в кармане твоего плаща? Теперь этот дом принадлежит только нам, милый. Пименам, а не Коровинам. А мужчинам это должен помнить, это малыш. Всегда нужно быть осторожными. И самое главное, никогда не нужно недооценивать женщину и изменять им. С изменой может смириться только глупая женщина. Умная всегда найдет способ отомстить. За все сразу. Можно? Чем теперь думаешь заняться? Я хочу вернуться в свою профессию. В памяти Викентия Петровича и Максима. Давай. Варя, я теперь знаю, кого защищать. Ты не против? ВACatal и ДВЕРЬ. ПОГРАМЕНИЯ ВЫБИЕ Субтитры создавал DimaTorzok